В Старомосколе выявлено два случая бешенства животных. Опасное вирусное заболевание характеризуется тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом. Защитить себя и питомцев можно только с помощью вакцинации. Прививку делают бесплатно на базе Староскольской ветстанции. Карантин. В клетке кошка с подозрением на бешенство. Если в течение 10 дней болезнь не проявится, то она будет жить. Если начнется симптоматика, ее не спасти. Зараженные бешенством четвероногие обречены на гибель. К этой вирусной инфекции восприимчивы все виды теплокровных животных и человек. Главным разносчиком является рыжая лисица. В Старомосколе с начала года выявлено два случая бешенства. Территориально это получается ИЖС Пролески. Здесь заболевание щенка четырехмесячного. Второй случай – это СНТ-водник. Здесь ситуация развивалась таким образом, что лиса проникла на территорию домовладения. И в борьбе с домашней собакой собака победила. И после исследования материала оказалось, что лиса бешеная. Кстати, заразиться можно не только через укус. В самой слюне большая концентрация вируса. Опасно бешенство животных и для людей. Учитывая абсолютную, стопроцентную летальность, то бишь, если человек заражается этой вирусной инфекцией, к большому нашему сожалению, если он не успевает вовремя совершить вакцинацию, положенный курс специализированных вакцин, к сожалению, никакой надежды на излечение у этого человека нет. Государственная ветеринарная служба убедительно рекомендует в обязательном порядке вакцинировать своих питомцев от бешенства. Сделать это можно совершенно бесплатно в Староскорской ветстанции по адресу улицы Ленина, 129, а также в ветеринарных участках и лечебницах, расположенных на территории сельских поселений округа. Анна Семенова, Анастасия Конникова, Евгений Левошко, Михаил Лактионов, 9 канал.